Тот злополучный суббота, 7 октября, где были расстреляны и линчевали израильские семьи, 789 граждан Израиля погибли в рамках этой террористической атаки. Но есть и многие, кто спасали жизни своих семей, простых граждан Израиля на юге страны. Один из них, это герой нашей следующей истории, он на связи со студией. Игорь Пивнев на связи со студией. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Вы сотрудник правоохранительных органов. Я знаю, что в ту субботу вы отправились на работу в Хеврон. Там вы работали в этот день, но живете и вы именно в прилегающей к сектору газу так называемой ОТФ АЗА в населенных пунктах. Итак, расскажите нам, начиная с 6 часов 30 минут, когда все началось, что случилось в вашем случае? Я ближе к семье, я приехал на работу. По дороге утром мне жена написала, что есть обстрелы и как бы нету связи и упало у нас электричество в поселке. В каком месте жена живет ваша семья? Это находится как бы 4 километра от самой газа. Я сказал, что не надо беспокоиться, что все будет хорошо. Приехал на смену, утреннюю смену, каждый день. Тут главный за охрану нашего поселка пишет, чтобы все просыпались, все брали оружие, как бы были готовы. Потому что на северной стороне газа как бы начинается по ходу, заходят террористы. Я звоню своему командиру, говорю, что тут в стране такая вещь. И как раз в новостях сказали, что зашли террористы в СДРОД. Говорю командиру, что я еду домой, потому что у меня семья там. Командир мне говорит, нет проблем, только возьми свой бронежилет, каску, автомат и давай едь домой. Я взял с собой бронежилет, каску, свой личный автомат и поехал на своей машине обратно домой. По дороге возле Факима я уже видел, там блокада стоит от Ясамов. Группа, спецгруппа полиции. Уже закрыли дорогу в сторону СДРОТа и как бы в северную часть. Я повернул налево, начал ехать на шоссе 241. Это как бы в мою сторону от Факима ехать в сторону ГАЗа. То есть, несмотря на то, что вы понимали, что там очень опасно, понимали, что я сам или спецслужбы уже работают, но вы, как человек, который живет недалеко от ГАЗа, вы ехали спасать свою жену и трех дочерей. О чем вы думали по дороге? Что вы уже знали о том, что происходит, на самом деле, в этих мушавах и кибуцах? Что, в принципе, что там творилось в эти минуты? Я знал, что началась разная стрельба с разных поселков, как и Бейры, Раи. Потом по радио тоже услышал то, что в СДРОТе тоже есть террористы, которые напали тоже на станцию полицейскую. И там идет, я понимаю, что будет нелегко попасть, но первая цель у меня в голове была это приехать домой, к своей семье. И вторая цель это просто помогать охранять мой поселок. Что вам звонила жена, рассказывала? Вот вы едете туда, к себе домой, казалось бы, просто как бы на работу, тем более, что вы человек из армейского настоящего, то есть, в принципе, умеете защищать себя и других, и обязаны это делать. Это ваша работа. Ну что, вам звонит жена, говорит, что? Что происходит вокруг? Жена в это время позвонила, не позвонила, мне сообщение написала, то, что есть стрельба недалеко от нашего поселка, и то, что ей страшно. Я ей сказал, что я по дороге, и что все будет хорошо, и я как бы скоро я приеду, и будет все хорошо с ней. Как бы я по дороге, чтобы не беспокоилось, и чтобы держалась я, чтобы дети не начали сейчас капризничать, и как бы тоже не волновались, чтобы были спокойными. Ну, вас это удивило, что нет нашей армии там, что нет полиции, что довольно долгое время люди находились в ужасном подвешенном состоянии. Я имею в виду те, кто вообще выжил в этой истории, когда они призывали о помощи, звонили в средства масс-информации, и никого не было долгие часы. Насчет полиции, там находятся всегда патрульщики, которые с Магава, с пограничной, они там все время делают свои патрули, ездят между всякими разными нашими поселками. Насчет армии я был в шоке. Я представляю себе. Ну, давайте дальше продолжим эту историю. Так вы приближаетесь в сторону дома Мушавьятет, региональный округ Эшколь. Я полагаю, что, как и все в эти часы, вы видите перед собой террористов. Я проехал Офаким, продолжаю ехать по дороге, который каждый день ездил, который каждый камешек уже знаю. Проехал перекресток, который называется перекресток Урым. Там есть заправка, и где-то 50-70 метров оттуда я заметил, стояла белая машина на обочине и дверь открытая. Я остановил свою машину, вышел, через деревья потихоньку-потихоньку начал подходить к этой машине, заметил, что машина вся обстрелянная, и на улице лежал один из солдат, который уже умер. И когда и вся его машина была обстрелянная, даже ни одного живого места там не осталось. В этот момент я понял, что недалеко от машины должны сидеть и где-то прятаться еще террористы. Так что я зашел чуть больше вглубь садов, которые там растут, чтобы у меня была более лучшая позиция, и чтобы меня не могли увидеть. Прошли пару минут, я заметил машину, которая едет с округа газа в сторону Факим, серая, и по ней начали стрелять. Я заметил, откуда начали стрелять, подошел еще чуть-чуть ближе, и начал с своего автомата стрелять в этих же два террориста, которые обстреливали машину, которая проехала. После того, как террористы, они упали, они начали двигаться, я подождал еще пару минут. Уже по носям говорили, что каждая машина, которая находится там, есть более чем, есть и по пять, и по шесть, и по семь. Я подождал пару минут и заметил, что к тем же террористам, которые я их застрелил, подошла еще пара. Я в их сторону начал стрелять, они тоже все четверо, они упали. Подошел и проверил, что никто не двигается и ни живое, ничего. Заметил, что недалеко от них была сумка черная, там были две ракеты, были гранаты, были патроны, которые готовы уже. Видно, что там люди, которые туда находились, эти террористы, они могли там еще стрелять и стоять, ну не знаю, где-то часиков два-три без проблем. Каждый машина, который проезжал, они бы ее выстрелили, не оставляли бы ничего живого, который едет в сторону Афгии. – Игорь, вы действовали, я так понимаю, инстинктивно, вы не думали об опасности, вы вообще не понимали, что происходит, почему так много террористов, где наша армия. Вы были один в этой истории, вы ехали один домой, в первую очередь, чтобы увидеть и защитить свою семью, свою жену и трех дочерей. – Да, это первое, то, что у меня было все время в голове. – Так, вы ликвидировали четырех террористов, убедили, что они мертвы, посмотрели на то, что у них было в сумке и поняли, что это действительно террористическая атака. Дальше что произошло? Вы добрались до дома и увидели свою семью? – Я возвращаюсь в машину, продолжаю ехать еще чуть-чуть вперед. Недалеко оттуда есть, называется Нахаль Апсор. Это парк, который, все, которые вокруг живут возле газа, знают это место. Я начинаю подъезжать к этому парку, сдалека замечаю на горе стоит мотоцикл. Я уже понял, что уже это не люди и не гражданины Израиля. Я уже понял, что идут тут только террористы и то, что сейчас страна находится в полном хаосе. – То есть, в принципе, вы действовали. Я так понимаю, что вы сами понимали, что происходит. Не были ни с кем на связи. Рация, полиция, армия, семья. Это происходило в считанные, я так понимаю, минуты или секунды? – В считанные минуты и секунды. Я попытался дозвониться на станцию Факим, но у них все время был телефон там занят. Так что я уже понял, что гражданины там звонят и на станцию, звонят и в диспетчерскую. Так что мне придется потихоньку-потихоньку самому как-то добраться до дома. После этого парка я остановил опять свою машину. Начал через кусты и через все эти вещи подниматься в сторону того мотоцикла, который находится. Там заметил двое, которые лежат. И просто ждут проезжающие машины, чтобы опять по ним обстреливать. Не думая, что это солдаты, ничего, я просто открыл по двоим огонь. После этого опять я подождал пару минут, к ним уже никто не подошел, была тишина сплошная. И даже перестал тоже слышать выстрелы. Подошел к этим двумя террористами. Заметил у них опять та же же, только была сумка чуть-чуть поменьше. Но там были тоже и магазины, и патроны, и была тоже их рация. Не мог понять, как батарейка для рации или что-то такое. Убедился, что они не встают, и то, что они по-честному умерли. Вернулся в свою машину. Начал опять ехать, посылая сообщения жене, что я живой, что все нормально, как они. Жена на мне написала, что опять она же боится. И она сейчас находится вместе с соседями, которые живут напротив нас. Потому что там семья у них большая, так ей помогли перейти к ним. И они там все находятся в одном доме, в бомбоубежище, в Мамаде. И говорят, что все время слышны взрывы, и всякая стрельба идет. Я понимаю, что мне надо быстрее добраться до дома. Сажусь в машину, начинаю ехать. Все равно еду аккуратно, потихоньку, чтобы меня тоже не расстреляли. И я понимаю, что сзади меня нет ни армии, нет никого. И я один. Один в поле воин, говорят в этом случае. Да, действительно. Сколько людей зашли ли, на самом деле, в конце концов, террористов? Ятед 600 человек живет в вашем Мошаве. Вы встретились с женой и с детьми. Я так понимаю, и продолжили бой защищать свой Мошав? Да, пока я даже доехал до дома, у меня тоже были еще пару раз столкновения с террористами. Когда я доехал до дома, я увидел жену, увидел своих детей. Они улыбались, были спокойны. И тут я сказал жене, что я здесь, живой, целый, невредимый. Я пойду охранять, кроме их. Мне надо охранять свой поселок, потому что это та должность, которую должен делать полицейский. Охранять тот же гражданин Израиля. Это удивительно, где вы нашли столько сил, на самом деле, понимая, что вы вдруг один в этой истории. Какая была атмосфера в Мошаве с другими жителями вашего маленького поселка, недалеко от сектора газа. Насколько действительно все были в шоке от ситуации, не знали, что делать. Брали в руки все, что можно, закрывались при этом, я так понимаю, и в бомбоубежищах, и в мамадах. Потому что продолжались же в эти минуты бесконечные обстрелы. Опишите еще ситуацию после того, как вы увиделись уже с семьей. Просто упал один огромный камень сердца. То, что жена нормальная и дети нормальные, то, что они все равно улыбаются. Это то, что мне дало силу после этого и продолжать выйти на улицу. И охранять свой поселок вместе с группой, которая главная за охрану. И вам удалось отстоять? То есть, в принципе, зашли ли террористы в Мушав, пытались ли они это делать? Я понимаю, что по пути вы уничтожили, к счастью, несколько террористов и спасли тем самым жизни многих людей на этот счет. Что было дальше? То есть, сколько, несколько часов вы ожидали, пока придет армия? Когда это случилось примерно? Когда армия к нам пришла, это было ближе к 11 вечера только. До 11 вечера мы были только я и охрана самого поселка. Это тоже гражданины нашего поселка, которые работают. Мы все просто понимали одну вещь. Если мы не охраним наш поселок, значит, будет то, что находится и в Бейре, и то, что будет дальше в разных поселках, которые находятся сзади нас. Как бы получилась первая линия дальших поселков, которые находятся за нами. Да, я посмотрел Мушавьетет, действительно, очень близко к сектору газа, но немножко в другом районе, чуть дальше от Сдерота, хотя 20 минут езды. Когда все закончилось, я думаю, что вы проанализировали ситуацию. Это был, конечно, очень большой провал. Я не хочу об этом говорить сегодня, наверное, и с вами уж точно по этому поводу. Поэтому, ну, что сказали в полиции? Я не знаю, медаль, орден, геройские какие-то звания или пока рано об этом говорить, мягко говоря? Мягко говоря, об этом рано говорить. Я это тоже не ищу, потому что я делал только, чтобы сохранить жизнь в своей семье и охранять свой поселок, где я живу. Как бы об этом даже не думаю и как бы даже в голову не заходило. Самое главное, что с нашего поселка все остались живы, все довольны. И теперь будем ждать, когда это все закончится, когда мы сможем вернуться домой. Жители поселка остались, вы живете сегодня в Ятеде, где ваша семья сейчас и где жители Ятеда сегодня? Нас весь округ и школа вывели с этого округа. Мы с нашим кибуцем, с Мушавом находимся в Элате пока что. Все одной группой. Как бы поддерживаем друг друга, а в это время я как бы возвращаюсь обратно на свою работу. Нахожусь там, работаю и дальше даю свой долг в стране. Действительно, героический поступок, мягко говоря, знак отличия вам. Огромные слова благодарности, я думаю, от всего народа Израиля на этот час. Уж точно от жителей Ятеда, от вашей семьи. Вы большой молодец, я полагаю, что не только как полицейский, который должен выполнять свой долг, но как папа, как гражданин Израиля, как человек, который борется, боролся за жизнь и за то, чтобы мы продолжали улыбаться и думать о жизни, о свете, а не о мраке. Игорь, ну я могу сообщить вам, что вот сейчас пришла новость, буквально час назад, не знаю, насколько она вас обрадует, но вот региональный совет и школы решил заморозить все платежи, которые касаются муниципальных налогов, арнона, воды и так далее. Нет, не нужно об этом заботиться, не знаю, сколько это актуально для вас, но я думаю, хоть что-то в этом бюрократическом проволочке после начала войны для жителей Юга сделало региональный совет и школы на этот счет. Мы желаем вам стойкости, мужества, терпения. Огромное спасибо вам, что нашли несколько минут поговорить с вами. Привет вашей жене, трем дочерям от всего народа Израиля. Огромное спасибо. Герой Израиля Игорь Пивнев, полицейский, житель Мушава-Ятед. Всего доброго вам. До свидания. Но я не герой. Делал свой долг, как полицейский, как каждый полицейский готов это сделать, то же самое я. Мы не герои, мы делаем просто свою работу. Это ваша работа, наша работа отображать ситуацию, как она есть с точки зрения жителей Израиля, поэтому для нас вы герой. Спасибо огромное вам. До свидания. Продолжение следует...